Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И вы уже знаете, что мы находимся на карантине на Ямайке. Карантин у нас уже закончился в прошлом выпуске, но тем не менее на берег нас все равно выпускать никто не хочет. Давайте мы вам будем показывать и рассказывать, что же мы делаем здесь на лодке. Опять добавим немножечко рутины. Так как мы уже практически здесь находимся достаточно давно и будем находиться, пока здесь все не поотменяют и не сделают нам доступ на берег, мы будем снимать вам о том, что мы делаем на лодке нашей веселой компании. Итак, вторая часть нашего карантинного развлечения в этом выпуске. Погнали! Добавим немножко жести в наш карантин. Я сейчас вам попробую сделать сейчас звук. Короче, у этого чувака скрутка в мачту. Он снял парус на ремонт, но этот пидор уже достал, блядь. У него этот фурлер тарабанит по мачте. Я думаю, что его сожгут сегодня ночью в любые соседи. Как можно, блядь, быть таким тупым? Ну, возьми веревку, подвяжи эту нахрен, блядь, скрутку и притяни ее туда куда-нибудь к буму, чтобы она не тарабанила. Нет! Бэ-бэ! Бэ-бэ! Говно! Бэй-бэ! Бэ-бэ! Бэй-бэ! Бэй! Бэй-бэ! День спортзала. Просто если не заниматься, можно тут охренеть, просто торчать на месте без движений. Я так понимаю, что это все, которых поперли с острова. Вот бутылочки в такой вот странной. У нас готовится квас и, между прочим, квас получился офигенный. Сейчас будет налито, налито и будем его... Так, вот у нас квас, между прочим, получился с газиками. Он не очень сладкий, такой чуть-чуть кисленький, но очень вкусный. Так что у нас есть уже самостоятельно, самодельные, вкусные напитки. Да. Мы двигаемся в сторону самогона. Плавно. Плавно. Но это промежуточный этап. Сначала нужно сводить брагу, а следующим шагом постепенно пригонять. Солнца здесь много, можем справиться. Ну, чтобы не все сразу. Да. Что нам сообщили ребята вот с вот этого вот катамарана, у которого детки маленькие здесь. Что только что пра-министр оф Джамайка сообщил, что мы можем здесь стоять на карантине и нас вышвыривать отсюда никто не собирается. Поэтому такие маленькие победки мы будем отмечать и, во всяком случае, получается выдохнуть. У них, конечно, 7 пятниц на неделе, но, тем не менее, пока мы не говорим о том, чтобы нам сойти на берег, но, во всяком случае, нас уже никто не выпирает из территориальных вод в Ямайке. А, тем не менее, в это время у нас идет дерибан еды. Ты мне эту воду не показывай, это никому не интересно. Нет, у нас есть кое-что лучшее. О, класс. Да? Да? Класс, класс. И вот тут в пакетах еще ожидается кое-что лучшее. Да. И, может быть, даже какая-то еда будет, она, в общем, не очень актуальна. Что здесь и пиво принесли, какая нафиг егда актуальна. Кстати, хочу вам сейчас, хочу вам показать, мы сильно не наглели, потому что, ну, типа, полицию не затрачивать выбросом мусора, и мы его складывали к себе в Эльтузо. Вот смотрите, у нас сейчас какое количество мусора здесь накопилось. Мы им сегодня сказали, ребята, заберите его, пожалуйста, нафиг. Они сказали, хорошо, мы сейчас получим confirmation и вывезем мусор, который у вас. Так что я думаю, что в этом есть тоже плюс. И мы нашли супермаркет, вот вы видели доставку еды, прямо с супермаркетом привезли, загрузили в полицейскую лодку, привезли к нам на борт и выгрузили к нам на борт. Поэтому не такой уж плохой у нас карантин, как могло бы казаться на первый взгляд. Если бы еще эти не задрочки нервные, то было бы, наверное, вообще хорошо. Но, итак, наши маленькие победы, это наши маленькие победы. У нас тут есть свои бомжи. У нас как раз сегодня закончился. Отлично, кофе росло. Джамайка? Да, Джамайка. Локал. Прекрасно. Да, и вот еще что-то, я не знаю. Тыквать денег. Тыквать. Ну что-то, да, что-то. Владимир? Тебя поставил. Фоски. Да. Фоски. Ого! Дос пакетикас. Предлагаю наесться кофе сейчас. Хочу кофе. Я кофе хочу, кстати. Слушай, я не могу его развязать. Ты можешь развязать? Режь. Тамара, тащи нож. Не хочется резать, но сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Срочно сделаем. Ну это какие-то плинка. Круто. Оно и так получится. Теперь я поняла, почему у тебя такая прическа, Сергей. Я думаю, что вот так можно отстать. Моль съела. Потом сделай сам. Опять бухаете? Сергей. Шла вторая неделя карантина. Мы выживали как могли. Я же сказала, что прищепки лучше. Скотч. Как тебе скотч. Из-за нету синюю. Я могу тебе дать малярный. Малярный. А я тебе могу праймер дать. У меня еще на эпоксидке. Смажешь кисточкой, потом просто собьем молотком и все. Слушай, ты прекрасен. Мне кажется, жемчужины. Подожди, ничего не делай с жемчужинами. Зашибись. А еще есть у меня небольшая история по поводу того, как вот мы стоим, вот увидите, да, вот эта бухта, да, у нас вот лодочки здесь, все дела, там лодочки вот с той стороны. Короче, мы встречались, если вы помните, с японской парой на катамаране Белла Виста. И это было на Тенерифе. На Тенерифе еще до Атлантики. Интервью мы с ними делали. Так вот, недавно приплывает к нам девушка, японка, зовут ее Ика. И она говорит, типа, мы стоим, вот, вот синяя лодка, и за ней еще одна. И ребята с Белла Висты передавали вам привет, потому что японская комьюнити яхтенная, очень маленькая. И мы такие, офигеть, офигеть, прикольно. В общем, познакомились, подружились, обменялись фейсбуками. Но это еще не все. Я знаком с таким яхтсменом, Джастин. И мы с ним переписываемся там о ситуации на Карибах. Ну, в принципе, такое, ну, просто социальное знакомство. Внимание, PowerBot Sunshine. Угадайте, кто на этом PowerBot есть? Конечно же, Джастин. Поэтому, когда нас выпустят, чтобы мы могли переходить, уже свободно перемещаться, намечается большая пати с старыми друзьями. На секундочку. У нас здесь, это, битва экстрасенсов. Два человека на кухне. Это намного серьезнее, чем Дом-2. Какое блюдо? Макароны с тушенкой. Нет, которые ты хочешь завтра. Которые завтра? Зам, мне тут товарищ один рассказывал. Блюдо называется хингал. Это, ну, или там, не хинкали, а хингал. Ну, как-то, не там, хинкал. Это другое. Не хинкали. Тесто вареное, картошка, мясной бульон и непосредственно мясо. Все по отдельности. А, и жареный лук, да. Немного жареного лука. Много жареного лука. И что это будет? Это очень будет вкусно. Завтра будем делать. Завтра? Завтра. Надо барана найти. Барана легко найдем. Это же Ямайка. Здесь же, что, пошел себе в горы и набил. А что баранов? Куда-то Саша газует. Я не знаю, зачем он это делает. Короче, а у нас вот такая вот тема. Мы готовимся сегодня смотреть кино. У нас есть проектор. Хаба. Чинь. Ниже, ниже. Ниже, ниже. Легко сделаем. Вот. Попа-корн. Что-то у нас сегодня ждет прикольное. Да. Ну. Мне как тебе скинуть ссылку на кино? Ну, сейчас в интернет залезешь. Акаша. Просто смотрю, у него Вендвейн. Да, да, да. И Ватен Си. У него Хайдровейн, такой же, как у нас. Да, да. Может, ему подогнать второй? Ну, они, наверное, патрулируют. Просто вот Косгард сейчас уходит. Я думаю, что они просто патрулируют акватории. Потому что они, ну, или просто смотрят, чтобы кто-то свалил. Типа вот этих вот ребят на серой лодке. Не куда-нибудь в соседнюю бухту, а именно вообще. Парусами. Ну, а у нас будет сейчас завтрак. Ух ты. У нас тут столько всего. Бульончики. Что это у нас такое будет вкусное? Это заварной крем. Ух ты, блин. Мы его в стаканчике разложим. И в качестве десерта вечером. Можно сделать Наполеон с этим. Там же крем такой же. Наполеон надо печь. У нас сегодня печенье, поэтому заварной крем будет как-то нахожен. Можно открыть? Можно? Жалко запах не передает. Да, запах вообще восхитительный. Ну что? Выглядит как готово. Такая печенька, да? Ну да, сейчас ее разрежем. Как стейк, так пополам. Чтобы проверить, готово. Степень прожарки. Ух ты. Пасочки. Чуть-чуть пригодило, да? Класс. Выглядит прикольно. Да. Горячая. Горячая. Класс. Горячая-горячая. Очень вкусная. Класс. Прямо овсянка. Овсяное печенье. Ну не, ну она сладенькая и шоколадная. Класс. 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 Шоколадом посыплю. Так вот встряхнется. Ну этот пак чой. Будет потом это типа сложный гарнир. Немножко картошки, немножко вот этого вот жареных огурцов. Пак чой. Пак чой. Пак чой переводится с китайского как масляный овощ. Это звучит как йоу цай. Прикольная штука. Она когда сырая, ну такая немножко странная, похожая наверное на одуванчики. Но когда она ужаривается, получается что близкая к шпинату. Но здесь у нас тоже что-то интересное происходит. Выглядит что-то похожее на биф строганов. Делаем стейки. Из вывески замечу. Вы попросили, привезите нам какого-нибудь бифа. Ну любого. Нам привезли короче вырезку. Стик? Да. Как говорят в Таиланде. Да. То есть привезли самое классное мясо. Самые нежные мышцы, которые никогда не используются коровы. Мы ее сейчас легонько обжарили. Немножко маслица, немножко перчика. Немножко поставить вот сюда вот. Для того, чтобы оно настоялось. Немножко настоялось. Ну и такая очень удобная опция. Мне она очень нравится. Это выглядит как будто он приготовил и суициднулся. Окей же, нам будет больше еды. Нас этим не испугать. Я бы ему не доверял, раз он так сделал. А вычеркни его искрю листа, мы поднимаем борт. Тебе звонят. Да, очень приятная опция. Сейчас поставим вторую часть мяса и будет все готово. Вот так вот человек искупался в промежутках между жарением мяса. А как вы проводите карантин? Сволочь, да? Это немножко неудобно. Это что делаешь? Это выглядит как будто инстаграм. Это он и есть. Это он. Это он звонит. Выглядит как будто от нас скрывают еду. Крышкой, крышкой, крышкой. Минутку сюда и две минутки сюда и будет хорошо. Так, что у нас здесь? Вот в этой вот большой баночке. Оно, между прочим, горячее, чтобы ты понимал. То есть ферментация идет. Вата! Это у нас делается квас. И ради чего делается квас? Чтобы мешать его с ромом. И этот напиток называется Dark and Stormy. То есть как учил великий Микки. Все, я сейчас чуть ли не кусочек. Комочки, комочки. Добираем, да, вот маленький, который. Ну, видишь, вырезка, то есть наш в конце же узенька. Поэтому в конце они маленькие получились. Это все еще. Это все, мы, конечно, все сразу сделали. Ее тут немного. Хаба, ну да, оно выглядело на самом деле куском большим. Да, да, но он у нас ужаривается. Все, и вот так вот закрыть. Ужарка, усушка, пропала вырезка. Владимир! Все, я вырубаю? Вырубаю или еще будем? Да, 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 все. Оп, все, готово. Здесь тоже. Выглядит, как будто Вова пьян. И не мудрено, конечно, посмотрите. Он же отпил, блядь, комуха. Отсмотрел, отсмотрел, я не пил. Смотри, мне кажется, что ты просто успел убраться в Буратино. Знаешь, нужно вот так вот, знаешь, ходить, вот, типа, как Дум такой, знаешь? Ага, ага. Я не понимаю, почему у него упал клапан аварийного давления, когда здесь еще не тронутая порция. И стаканы ждут, между прочим. Даже вообще затрудняюсь это все прокомментировать. Вы мне очень мешаете. А я специально... Я специально тебе мешаю. Вова, это пюре Вова так делает. Ух, шипит. Аки, зверь. Вова, а фарш, ты можешь так же сделать? Могу. Взять кусок стейка и переболтать его руками. Очень долго жевать. И очень долго жевать. Хотите пронаблюдать? Конечно, а что ты там сделал? Смотрите. Опа. И не толченка. Пюрешка. И не... Неправда, неправда. Это две разных вещи, на самом деле. Ну, дальше мы будем приобщаться к некоторым порокам. Апельтон ждет. Не ждет. Апельтон не ждет. Меня тут поправили. И извините, до свидания. Раздайте интернет. Конечно. Раздайте интернет. Раздайте мясо. Вот эта картошечка, которую Вова сделал, с лучком. А это пак чой. Пак чой. Побольше. Да, вот это правильный кусочек. Вот они пошли. А острый соус? О, соусы острые. Есть вот этот барон. Отлично, отлично. Прошу, Панам. О, yes. Это выглядит как стейк. Я очень надеюсь на то, что по вкусу будет тоже стейк. Чуть-чуть сырее сырого мяса. Я на то надеюсь. Ну, ребята, не знаю. Боюсь, что мясо передержал. Аня, картошка ты говоришь, если я езжал. Давай, кромсай его. Давай, разрезай. Покажи. Покажи, покажи. Я боюсь, что я его передержал, потому что долго лежало. А нет. Сыряк. Сыряк. Класс. Алис гуд. Нормальное сырое мясо. Не испортил вроде бы. Сейчас проверим. А ну, давай. Сыряк? Сыряк. Отлично, отлично. Не промазался. Влрр. Да, влрр. Так, вот это мясо. Реально просто разваливается. Да, да, во рту то. Вырезка решается вопросом. Ну что, приятного аппетита. Бол аппетит. С добрым вечером, ребята. Опа. Приятного аппетита. Да будет пир. Ой, я. Ну все, а дальше мы уже будем бухать самостоятельно. Извините. Рассказывал о том, что на карантине у нас есть домашние дела. И в этой нашей алкогольной рубрике, да, у нас сегодня будет опять алкогольная рубрика, не завидуй. Это рубрика кулинария беспределная. Да, вот мы отвлеклись. Смотрите. У нас есть квас. Вот. Видите? С газиками. Вот он аж прямо так надулся. Бутылка квадратная должна быть. А бутылка квадратная должна быть. Но она же круглая. Ну, сейчас пока да. Сейчас сдуем, будет опять квадратная. Короче, квас у нас есть. То есть, то, что обычно делается с джинджербиром, мы будем вместо этого использовать квас. Где руки оторвешь. Нигелый. Время, ну прямо, ух ты, ух ты, прямо взбеленилась. Закипает. Там более чем. Тут чуть лови руки не оторвало этим. Вот уже квадратно более-менее стало. Правильно. Но она опять округляется. Надо форму придать. Правильно. Мы боимся. Еще кто-то выбежит оттуда и укусит. Все, поквадратнело. Надо теперь сливать. А теперь из этого можно что-то гнать. А к нам тут пришли соседи. Полная лодка амазонок. Время заказать еду к нам на лодку. И вот процесс, как это все сейчас будет происходить. 3 килограмм. Что такое йогурт? Что такое йогурт? Что такое йогурт? Грекий йогурт? То есть, что такое йогурт? Или это такое йогурт? О, кола нормальная. Кола нормальная. Сработало. О, пива. Сработало, сработало. В банке. Ну, я тогда там принимаю. Окей. Так, Вов, ты карточку достал? Я сейчас достану. Все, вери. А, окей. Я достану. Так, давай, ты иди. Я прям приюми и смотри. Ну, там можно же нырнуть и достать. Что у нас тут? Так она с этим куна туда же стрейфовать может. Да, да. Конечно. Это придется. Такая льда. О, там морковки столько. Такая льда, Вова. Да, и мясо. А пловник будет? Как вы начали плова? Я думаю, да, пора. Ну, что там у тебя, Вова? У меня? Верай. Список пассажиров? Да. Прыгаем. Вновь прибывших. Ага. Я вот и думаю, куда их прибрать. Список пассажиров. Давай я заберу что-то. Эти вы передавайте через... Да, все. Так, ты что, ты сдаешь, я вниз, да? Да, давай, да. Да, да, без коробок. Сереж, пиво там все. Все, все, все. Я поставил... Там мясо. Нет, какое-то мясо. Должно быть. А, вижу пиво. Мясо там нету, нету мяса. Кыш, брысь. Пш, пш. О, как она отмелка. Да, да. Это будет смешаться с джином, кажется, да, вы мешаете? Это для десерта куплено. А, это десерта вот для чего делается? Нет, для дела из обычного. Аплитоны. Глажава уйдет очень вкусно. Аплитонов. Давайте допьем сейчас бутылку аплитона. Конечно. Затем допьем. У нас день уборки. Я сейчас разведу. Не знаешь, что вопрос? Смотри, у нас часть воды попадает вот сюда вот. И вот там говно. Там говно, оно там собирается, потому что там есть пробка. Это сетка. Ее надо все достать. А, ну я понял. А вообще не парься, реально. Оно туда уйдет, это одно потом там одним комком когда-то раз. Петербург. Будет чисто. Уф. Ну, давай тогда сейчас все намылим, а потом я зарезаю, наверное, и там тоже это самое. У нас это парк хозяйственный день. Пхд. Пхд. Звучит ужасно. По-английски сокращение. Пхд. 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 А выглядит как? Чтобы ты не начинал делать, зеленый лук или что, выглядит все равно как бульбулятор. Выглядит, как будто еще морковь пытаешься там прорастись. Мы хотим зеленую морковь. И опять бульбулятор делает. Узнал, что лук можно курить. Я так понял, что этот кальян для двоих. Под глаза. Такие у нас платану. Это бананы, но это бананы не такие, чтобы сладкие. Их нужно жарить. А еще лучше, если есть какой-то острый соус, типа тайского. И с ними просто жареные с тайским соусом. Просто шикарно. И он привез вот такую баночку масла. Это кокосовое масло, которое он делает самостоятельно. А ну. Класс. Это вот такое масло, на котором нужно жарить вот эти платана. То есть, это именно вот в таком наборе. Оно будет с легким запахом кокосов. То есть, это именно для готовки масла. Клево, клево, да? Супер. О, слушайте, классно. Запах очень классный. Именно вот эта вот комбинация я потом сделаю. Клево идет очень вкусно. Что у нас такое произошло? Я слышал, здесь кто-то приезжал к нам. Да, да. Сейчас приехал вот тот чувак. Вот на вот том плоту. Ага. Вот. Очень прикольный чувак. Да, Яман. Он из Канады. Что? Что? Он мне рассказывал сейчас классную историю о том, как... Ну, понятно, что он из Эфиопии. Значит, в Канаде у него есть семья, четверо детей. И ему помогал юрист из России решать иммиграционные вопросы в Канаде. Короче, у него всякую пургу. Ну, естественно. Но очень с уверенным лицом. Мы им пообщались. И ты поверил. И ты поверил. Да, я естественно. Будучи юристом. Разумеется, будучи юристом, я, естественно, сразу же ему поверил и проникся. Но дело не в этом. Зачем он нам был нужен? Я вообще давно хотел с ним пообщаться. Значит, учитывая, что мы сегодня обнаружили месторождение лобстеров, за которыми самим ехать неохота. Мне стало интересно, как снарядить человека, чтобы он сделал лобстера. Ну, то есть, я же рыбак, я должен вопрос решить. Я должен поймать лобстера. Как это сделать? Есть несколько видов снастей. Вот одна из снастей сейчас купили. Ну, деньги одна из снастей. Я понимаю, да. Ну, естественно. Мы сейчас мило побеседовали, я его спросил. Такого за деньги не купишь. Я его спросил, а что насчет лобстеров? Он говорит, ну, в принципе, я могу тебе достать. Я говорю, дорогие. Он говорит, ну, нет, это тут недорогие, потому что мне надо только их поймать и выловить. Ну, я думаю, что в итоге мы с ним сойдемся за 10 баксов за штуку. Это будет хорошая стерка за хорошего лобстера. А это, значит, а это он, это самое, он помидорский звезд. Дикие помидоры, черри и, как она, эти самые, орехи. Ну, было грех удержаться и не купить их за 7 баксов вот это вот все. Вот это все 7 баксов? Да, все 7 баксов. О, нормально. Можно жить, будем дружить с канадским эфиопом. Я уже давно с этим фермером хотел познакомиться. Да, он умеет стоять на голове. Он поднялся с услугами российского юриста. За 2 минуты он вам столько жизни рассказал. Он за 2 минуты рассказал вообще такую историю, конечно, я прям проникся. А, да, и вот еще нюанс. У нас же есть проблема. И сегодня весь день мы пытались решить, мы не решили. С алкоголем. У нас проблема с алкоголем. У нас кончилось горючее. Этот чувак сейчас ездит за горючим и привезет сюда. В наше время зайцы были поскромнее. Или не привезет. Сейчас проверим. Проверим на че. Он не получит. Поэтому он заинтересован их получить, а, соответственно, он будет разбираться. Причем он сказал, я, говорит, если сам не смогу приехать, тогда я через полицию передам. Человек все знает, все может решить. Он меня спрашивает, у вас, говорит, нормальные взаимоотношения с полицией? Я говорю, да, у нас они вполне нормальные. Он говорит, все прекрасно, передам и они передадут вам. Ну, чтобы не грести вот это. Ну, чтобы не грести, да. Понятно. Ну, ничего, кокосы, нормально. У нас есть этот, как она топная. Да, да. Я думаю, что сейчас это самое. А если он привезет, мы сделаем шикарный этот самый. Пьяноколода. Да, пьяноколода. Да, да, да. Друзья, вот очередной выпуск у нас подошел к концу. Вот так вот мы живем. Грустно, весело, залихватски. Вы видите то, как, собственно, проходит рутина у нас на лодке. Оставайтесь с нами, ставьте, проверьте колокольчик, проверьте подписку, пишите комменты. Сейчас есть время, я могу больше тратить времени на то, чтобы отвечать на комменты. Хотя я, в принципе, стараюсь на них и так максимально отвечать. Ну что, здоровья вам и до встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова